Моментальная печать на бумаге. Самая низкая себестоимость снимка, богатая комплектация и, конечно, детский восторг. Все это про новинку в мире игрушек. Детский фотоаппарат с функцией моментальной печати от компании Printcam. Сегодня у нас на обзоре вот такой фотоаппарат с функцией моментальной печати. Выпускается он сразу в двух цветах. Это розовый и голубой, которые я совсем скоро открою. Но сначала поговорим о том, как происходит процесс печати. Заправлять или менять картридж здесь не нужно. Печать происходит путем нагревания вот такой термочувствительной ленты по типу, как в работе у кассового аппарата. А ленты такой хватает примерно на 50 снимков. Теперь рассмотрим, из чего состоит сам комплект. В первую очередь это вот такой вот фотоальбом. Его рисунок может меняться от партии, но формат и размер всегда остаются прежними. Всего в комплекте поставляется 10 рулонов бумаги. 4 вот таких белых, 3 цветных и открываем коробку, где нас еще встречает, во-первых, это фотоаппарат. Вот такой вот детский. В нем уже заправлен один рулон белой бумаги. И здесь в комплекте идет плюс 2 дополнительных. Всего, напомню, 10 рулонов. Помимо этого, нас также ожидает в комплекте флешка на 16 гигабайт для ваших будущих фотографий. Шнурок для фотоаппарата и зарядка к нему. Теперь рассмотрим сам фотоаппарат. Он удобно лежит в руке за счет того, что он не вертикального, а горизонтального типа. А спереди мы видим отсек для бумаги. Он открывается вот таким образом. И здесь можно заправить как раз-таки новую бумагу. Теперь давайте включим его и посмотрим, какие есть возможности у этого фотоаппарата. Первое, что мы видим, это меню на английском языке. И, конечно же, его меняем на русский. И пройдемся по настройкам фотоаппарата. Функция «Распечатать». Если эта функция включена, то фотоаппарат распечатает моментальный снимок, а также сохранит его на памяти фотоаппарата или флешку. Если выключена, то печати не будет, а только лишь сохранится на память фотоаппарата или, опять же, флешки. Качество. Производитель уверяет, что чем лучше настроена эта функция, тем лучше качество фотографий. Мы тестили здесь несколько раз, делали самые разные снимки и существенной разницы не увидели. Поэтому по умолчанию просто ставим высокий уровень качества. Концентрация. А вот это очень важный пункт. От этого зависит яркость печати и концентрация цвета. То есть, насколько темными будут тона и полутона. Мы, например, сделали фотографию на единичке, и получилась вот такая вот светлая фотография, и на семерке. Получается вот так вот. Результат налицо. Размер. Изменяем количество мегапикселей в камере. Таймер. Это как на полароде. То есть, можно поставить фотоаппарат, и через несколько секунд фотоаппарат сделает снимок. Разрешение. Ну, тут понятно, выбираем разрешение. Штамп даты. Это можно выбрать, будет ли выводиться на фотографию время и дата. Светлый экран. Здесь можно отрегулировать яркость экрана. Далее, можно регулировать время отключения экрана для энергосбережения. Автоотключение. Это через сколько минут фотоаппарат полностью выключится, чтобы не разрядиться. Объем. Это громкость звука работы фотоаппарата. Формат. Форматирование карты памяти. Ввод даты. Здесь можно внести актуальную дату и сброс до заводских настроек. Также здесь есть простейшие игры, как на Тетрисе. А если в режиме фото нажимать на верхние и нижние кнопки, то появятся фоторамки и стикеры. Память фотоаппарата сохраняет 23 снимка, а флешка расширит эти возможности до 1000 снимков. И переходим к самому главному. Проверим, как же снимает этот фотоаппарат. Кстати, здесь есть еще и режим селфи, поэтому вытягиваем фотоаппарат перед собой. Кнопка спуска. И через считанные секунды начинает печатать фотографию. Я уже узнаю себя. Вот такой снимок у нас получается очень крутой селфи. А сейчас вместе с вами мы попробуем поменять бумагу на цветную, чтобы у нас были цветные фотографии. И повторяем то же самое. Селфи. Также 3, 2, 1, печать. На самом деле прикольная штука, особенно для детей. Можно снимать, как и перед собой, да, происходящее. Можно снимать себя. И вот такая вот цветная фотография уже получается у нас. Буквально за считанные секунды у меня есть белая фотография, есть розовая. Ну и так же можно делать на желтом фоне или на синей бумаге. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.